Добро пожаловать, искатели истории и духовности! Приготовьтесь отправиться в уникальное путешествие сквозь просторы времени и веры, погрузившись в скрытые тайны Евангелия Иуды. Обнаруженный в тысячелетних песках египетской пустыни в 1978 году, этот апокрифический текст – не просто повествование. Это портал в альтернативное и смелое видение событий, окружающих предательство Иисуса Иудой Искариотом. Наше исследование приведет нас по неизведанным тропам, бросая вызов традиционным повествованиям с каждым открытием. Приготовьтесь погрузиться в мир космологических дуальностей, божественных откровений и ожесточенных богословских дебатов. Но не ошибайтесь, это не просто академическое путешествие, это возможность задавать вопросы, размышлять и расширять наше понимание христианской веры и древней истории. Присоединяйтесь к нам, когда мы разгадываем загадки прошлого, открываем новые горизонты знаний и отправляемся в глубины Евангелия Иуды. «Истина ждет, и мы готовы открыть ее вместе». Евангелие от Иуды – это апокрифический текст, обнаруженный в 1978 году в пустыне Египта, недалеко от Эль-Миньи, местным крестьянином. Через ряд посредников рукопись в конечном итоге попала к современным ученым и была переведена и опубликована в 2006 году национальным географическим обществом. Это Евангелие, копия на коптском языке оригинала на греческом языке два века, которое, вероятно, было написано христианским гностическим сообществом. Текст представляет собой альтернативную повествовательную линию о предательстве Иисуса, предлагая радикально отличающиеся видения Иуды и Скариота по сравнению с каноническими рассказами. Вместо того, чтобы изображать Иуду как подлого предателя, Евангелие от Иуды описывает его как привилегированного и надежного ученика, которому Иисус открывает небесные тайны, неразделяемые с другими учениками. Согласно этому повествованию, Иисус поручает Иуде передать его физическую форму иудейским лидерам, чтобы освободить его божественную душу. Эта перспектива вызывает сомнения в традиционной нравственной линии Нового Завета, в которой Иуда обычно изображается как предатель, сдавший Иисуса римским властям за 30 серебряных монет. Однако Евангелие от Иуды не только переопределяет образ Иуды, но также представляет сложную космологию и отдельную теологию, коренящуюся в гностицизме. Гностицизм – это направление мысли, которое процветало в первые века христианства и характеризовалось акцентом на гнозисе – познании, как средстве достижения духовного спасения. Гностики верили, что материальный мир по своей сути скверной и истинное искупление приходит из внутреннего понимания и божественного откровения. Евангелие от Иуды отражает эти идеи, представляя дуалистическое видение Вселенной, где высший Бог отличается от Бога-творца материального мира. Иисус изображается как небесное существо, посланное высшим Богом, чтобы раскрывать духовные тайны своим последователям, в то время как Бог-творец часто ассоциируется с невежеством и злом. В этом контексте предательство Иуды воспринимается не как акт злодейства, а как акт подчинения более высокому божественному плану. С момента его обнаружения и публикации Евангелия от Иуды стало объектом интенсивного интереса и дебатов среди ученых и теологов. Некоторые считают его увлекательным окном в разнообразии верований и трат. Наше путешествие открытий сквозь Евангелие Иуды привело нас к более глубокому пониманию контроверсиальной фигуры Иуды Искариота и событий, связанных с предательством Иисуса. Вызывая традиционные нарративы, этот древний текст призывает нас к сомнению и исследованию сложностей христианской веры, а также различных интерпретаций священного. Как исследователи истории и духовности, нашей обязанностью является принятие разнообразия мыслей и точек зрения, а также открытость диалогу и размышления. Евангелие Иуды напоминает нам о важности исследования и поиска знаний, даже когда мы сталкиваемся с вызывающими сомнения или спорными идеями. Поэтому мы приглашаем вас продолжить это путешествие обучения и открытий вместе с нами. Подпишитесь на наш канал, чтобы получать еще больше увлекательного контента об истории, религии и культуре, и присоединитесь к нашему сообществу искателей знаний. Не позволяйте тайнам прошлого оставаться скрытыми. Вместе мы раскроем секреты Евангелия Иуды и откроем новые пути понимания и саморефлексии. Знание находится под рукой. До следующего приключения.